Время холодной войны Космическое пространство стало ареной противостояния двух сверхдержав СССР и США Здесь разворачивались спутниковые боевые и разведывательные системы Одновременно разрабатывались и космические оборонительные средства Рассказ о них в фильме «Оружие» Запуск первого искусственного спутника Земли И первый пилотируемый полет космического корабля Ознаменовали начало не только эры покорения человечеством Вселенной Но и реальных звездных войн Сложная противоречивая эпоха диктовала свои правила Именно поэтому большинство исследований, которые проводили космонавты и ученые Касались использования спутников и орбитальных станций в военных целях 13 сентября 1962 года Произошло еще одно важное событие За счет высокой точности запуска кораблей «Восток-3» и «Восток-4» Удалось добиться максимального на тот период времени Сближения неуправляемых космических аппаратов на околоземной орбите После этого на заседании научно-технической комиссии генерального штаба Космонавты Андриан Николаев и Павел Попович Выступили с докладом о возможностях использования космических кораблей в военных целях Суть доклада сводилась к следующему Человек способен выполнять в космосе все военные задачи Аналогичные тем, которые решает боевая авиация Введение разведки, перехват движущихся целей, нанесение ударов по объектам противника При незначительной модернизации корабли «Восток» могут использоваться для ведения разведки Однако для выполнения таких боевых задач, как перехват и нанесение ударов Нужны более совершенные космические аппараты Требовалось оснастить их средствами маневрирования и ориентации Системами точного наведения и цели указания Работа над созданием таких кораблей привела к успешному результату лишь спустя 5 лет 30 октября 1967 года была проведена первая автоматическая стыковка в космосе Беспилотных аппаратов «Космос-186» и «Космос-188» Военное значение этого события трудно переоценить Отныне любой объект на околоземной орбите мог быть перехвачен и уничтожен Первые средства уничтожения спутников противника появились в США в конце 50-х годов Эти работы велись в рамках глобальной программы исследований По созданию системы противоракетной обороны североамериканского континента 19 июня 1959 года были проведены первые испытания противоспутниковой ракеты «Болт-Орион» Ее запустили с бомбардировщика Б-52 Целью был спутник «Эксплорер-4», к тому времени выработавший свой ресурс Ракета прошла в 6 километрах от цели Последующие пуски также не отличались высокой эффективностью И постепенно работы над этой ракетой были свернуты Частично к проекту противоспутниковых комплексов Американцы вернулись через 25 лет Когда президент Рональд Рейган объявил о реализации программы СОИ Стратегическая оборонная инициатива На протяжении нескольких лет в США велись ускоренные работы По созданию противоспутникового комплекса «Асад» На базе самолета Ф-15 с ракетами класса «Воздух-космос» Эти самонаводящиеся ракеты с неядерной боеголовкой Применялись для поражения космических объектов на высотах до 1000 километров Испытания комплекса «Асад» успешно завершились в 1987 году Он до сих пор состоит на вооружении в США В последние годы работа по созданию новых комплексов противокосмической обороны Значительно активизировалась Сегодня группировка американских космических сил Может одновременно поражать около 600 космических аппаратов В ближайшем будущем для нанесения ударов из космоса по наземным объектам США смогут использовать воздушно-космические самолеты Орбитальные платформы, лазеры космического базирования Ядерное оружие нового поколения Многоразовые космические корабли типа «Шаттл» В Советском Союзе к работам над созданием противоспутниковых систем Приступили в начале 60-х годов К этому времени стало ясно, что космическое пространство Стремительно превращается в новый театр военных действий Угрозу безопасности страны из космоса Могут представлять не только баллистические ракеты противника Но и находящиеся на околоземной орбите разведывательные, связные, навигационные и метеорологические спутники В свое время Никита Сергеевич Хрущев, будучи главой государства Заявил о том, что на территории, будь то воздушное пространство, космическое пространство На территории государства Советского Союза Не должны летать спутники иностранных государств А американцы в это время уже начали испытывать первые свои спутники Шпионы для осуществления контроля за деятельностью военно-промышленного комплекса И военных наших на территории Советского Союза Основная задача, которая ставилась перед советскими противоспутниковыми системами Уничтожение всех вражеских орбитальных аппаратов в тот момент, когда в этом возникнет необходимость Первый из предложенных вариантов предусматривал запуск Межконтинентальной баллистической ракеты ГР-1 с ядерной боеголовкой и ее взрыв в космосе У этого проекта было серьезное преимущество Гарантированно уничтожались все космические объекты Которые находились на расстоянии до тысячи километров от места взрыва Был и не менее серьезный недостаток В атомном пламени сгорали как спутники противника, так и свои собственные Также воздействие радиоактивного излучения было в то время слабо изучено И могло привести к непредсказуемым последствиям К счастью для будущих поколений, от этой авантюры быстро отказались Второй вариант практически повторял американскую противоспутниковую программу Небольшая ракета, снабженная 50-килограммовым боезарядом Запускалась с самолета на высоте около 30 километров Задача сблизиться с орбитальной целью и взорваться рядом с ней Работы начались в 1961 году и продолжались до 1963 Однако летные пробы не позволили достичь тех результатов, на которые надеялись разработчики Система наведения оказалась малоэффективной Поэтому испытания в космосе даже не стали проводить Следующий проект родился на волне эйфории, которая царила в советской космонавтике после полета человека в космос В 1962 году в конструкторском бюро Сергея Королева приступили к разработке корабля «Союз» Королев Сергей Павлович Выдающийся ученый и разработчик ракетной техники Главный конструктор первых ракет-носителей Искусственных спутников Земли Пилотируемых космических кораблей Создатель советского стратегического ракетного оружия Академик, дважды герой социалистического труда Годы жизни 1907-1966 Космический корабль «Союз», идея создания которого была предложена Королевым Являлся прообразом долговременной орбитальной станции Один из вариантов нового корабля, так называемый «Союз-П» «Перехватчик» Был предназначен для уничтожения космических аппаратов противника Сначала предполагалось сближение «Союза-П» с целью Выход космонавтов в открытый космос для обследования неизвестного спутника А затем, в зависимости от результатов, вывод спутника из строя Либо путем подрыва, либо его снятия с орбиты и помещения в специальный контейнер Однако в итоге от такого технически сложного и опасного для жизни космонавтов проекта отказались Причина была в следующем В то время советские спутники снабжались аварийной системой подрыва С помощью которой можно было уничтожить аппарат, чтобы он не попал в руки неприятеля Адекватных действий советские военные ожидали от потенциального противника При таком варианте космонавты могли стать жертвами вражеских мин-ловушек Существовал проект размещения на орбите так называемых космических мин Спутники, начиненные взрывчаткой, совершали полет рядом с вражескими аппаратами И уничтожались по команде с Земли с началом военных действий Плюсом проекта считалось то, что можно было одновременно поразить множество целей в нужный момент Отрицательным фактором была необходимость запуска очень большого количества спутников Что делало всю систему крайне дорогой и, следовательно, малоэффективной Активно прорабатывался проект создания своеобразного спутника Камикадзе Который, взрывая сам, уничтожал цель осколочным зарядом В соответствии с проектом на разных орбитах создавались небольшие группировки спутников самоубийц Они совершали обычный полет в течение длительного времени и активизировались при начале военных действий В этом случае спутники с помощью бортовых двигателей перемещались в сторону предполагаемых целей После сближения они взрывались, погибая сами и поражая спутник противника осколками собственного корпуса Спутник-истребитель, проектный вариант Масса — 1400 килограммов Масса взрывчатого вещества — 300 килограммов Радиус гарантированного поражения — 1 километр Суммарное время работы двигателя — 300 секунд Положительным фактором такой системы с точки зрения военных Являлось постоянное наличие на орбите спутников-перехватчиков То есть значительно сокращалось время на подготовку системы к использованию Серьезной помехой на пути реализации проекта стало вычисление координат космической цели Для этого требовалось создание крупного наземного комплекса Его удалось построить в очень короткие сроки На первом этапе конструкторы отказались от нескольких дорогостоящих и малоэффективных проектов Были отвергнуты орбитальные мины, ядерные боезаряды, аппараты-перехватчики, вооруженные мини-ракетами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok